Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о такой эзотерической теме, как призвать осознанную душу, как душа выбирает своих родителей. На самом деле, каждая душа может выбрать. То есть, когда мы говорим, что не выбирали своих родителей, это не является правдой. То есть, потому что душа чувствует, куда она хочет, куда она стремится. И в особенности, чем выше ее осознанность, тем лучше она может сделать выбор. Или не делать выбор. На самом деле, душа может существовать и без тела. То есть, она может наблюдать со стороны. И вы это можете сами прочувствовать во времена определенных, ну скажем так, опытов. То есть, когда душа покидает тело, это может быть какое-то околосмертное переживание. Или после употребления каких-то определенных веществ. Это могут быть и какие-то травматические переживания. Это может быть и опыт медитации. То есть, в этих случаях вы можете увидеть отделение души от тела и как бы видение со стороны. Вот. И в эти моменты вы понимаете, что вы это не тело и не ум. Да, можно сказать, что вы даже это не душа, а духовное существо, которое может играть в игры, выбирать себе те игры, которые она хочет играть. И не выбирать, если не хочет. Душа может выбрать себе тело, родителей. И сделать это осознанно. То есть, приняв решение, что больше отвечает для меня, чего я хочу. И когда появляется эта осознанность, чего я хочу, чего хочет душа, то тогда вы чувствуете, куда двигаться. И это очень важно в жизни. Даже если отойти от выбора родителей, то есть, от того, как вообще взаимодействовать с душой, то очень важно почувствовать, куда стремится душа, чего она хочет, куда она хочет двигаться. И когда, например, у родителей зарождается жизнь, то есть, происходит зачатие, душа уже может контактировать с мамой, может контактировать с этим зарождающимся плодом. И родители, которые осознанные, они могут тоже сконтактировать с душой и пообщаться с ней. То есть, этот процесс, он на самом деле не такой уж сложный. Самое важное, это ваша чувствительность и ваша вера, знание в том, что вы можете это сделать. То есть, конечно же, когда вы знаете, что вы можете, вы можете просто взять и почувствовать, что это за энергетическая субстанция, которая пришла в ваше пространство. Можете пообщаться с ней и определить, какова она, каковы ее энергетические характеристики. Вы можете это сделать еще даже до зарождения плода. То есть, когда вы хотите произвести зачатие, вы чувствуете, что вы хотите, то есть, какую душу вы хотите иметь в вашей дальнейшей игре. То есть, вы можете ее как бы смоделировать, то есть, создать такую, какую вы хотите. И тогда происходит вот этот процесс взаимодействия. То есть, родители выбирают душу, которая придет в их жизнь, и душа выбирает родителей. То есть, происходит вот этот контакт. В этом плане можно послушать, есть много интересных книг, которые написаны писателями, исследующими данную тему, дам тему вот этой души, переселения души. И очень множество есть таких интересных книг. Ну вот, из того, что приходит на ум, на самом деле, такая книга, она художественная, да, это не документальный какой-то опыт, это империя ангелов. Она в такой очень интересной манере показывает взаимодействие ангелов, душ, тел. Вот, но если вы хотите более таких предметных исследований, да, то можете почитать Майкла Ньютона или других каких-то авторов. Также я написал немного об этом в своих книгах, которые у меня будут в описании к этому видео. Мир и вечного познания и полное исцеление. Вы тоже можете их скачать и прочитать по ссылкам в описании. Каждый из нас может контактировать с духовным миром. Я вот это делаю на постоянной основе. То есть я занимаюсь процессингом, духовной практикой исцеления уже на протяжении 20 лет. И контактирую с духовным миром, то есть помогаю вот душам, которые находятся в пространстве, ну, скажем так, игры, восстановить свой духовный потенциал. А если кто-то из них застрял где-то, не может дальше двигаться, выбраться, я помогаю им освободиться и улучшить их качество жизни, чтобы они могли играть в игру так, как они это хотят, чтобы у них не было каких-то, ну, скажем так, затруднений, да, то есть чтобы они не увязали в игре, и чтобы у них не было тех вещей, которые они не могут пройти. То есть я помогаю им пройти. Если, например, произошел какой-то травматический эпизод, то он остается и мешает дальнейшему движению души по, ну, скажем так, в дальнейшей игре, чтобы она легко шла по этой игре. И я помогаю исправить эту ситуацию и сделать так, чтобы движение было легким и чтобы не было... То есть мы удаляем заряд из психотравмы, и происходит дальнейшее движение души. Давайте, как обычно, сделаем практику, практику сессии, чтобы вы почувствовали, как можно контактировать с духовным миром. Сейчас можете сесть в удобном месте, закрыть глаза, создайте пространство для сессии, ощутите себя в этом пространстве, ощутите ваше тело в этом пространстве. Вот, и дальше почувствуйте вот духовный мир, который вас окружает. Почувствуйте его так, как вы его видите. То есть не так, как он написан там где-то в книжках, фильмах, эпосе или там где-то вы что-то слышали, а почувствуйте вот эту игру, которая происходит как бы и внутри вас, и вокруг вас, вот в этом такое вот энергетические проявления. И ощутите, какова она. Почувствуйте их и дайте возможность себе соприкоснуться с этим. Если вы почувствовали, то... Простите. Если вы почувствовали, то ощутите это в полной мере, насколько это возможно. То есть... И когда почувствуете, увидите, что вас окружает. Это могут быть какие-то проявления, как энергетические, как какие-то огоньки, или какое-то ощущение, как бы, картинки, голоса. То есть вы можете это все почувствовать. Соприкоснитесь с этим, не отталкивайте это. И когда вы почувствовали, выберите одно из проявлений и сконтактируйте с ним. То есть почувствуйте, какое оно. И спросите его, что ты. И оно вам может ответить, да, там, я там, например, там... Ну, и назовет, чем оно является, да. Потом вы можете сказать спасибо и спросить, кто ты. И оно уже спросит, назовет свою роль, бытийность в этой игре. Скажет, кто он. Тоже скажите спасибо. Итак, вы можете спросить, откуда ты пришла, какова твоя миссия. То есть что ты здесь делаешь, для чего ты здесь. То есть общайтесь и не бойтесь этого общения. Самое важное – это ваш контакт. Так же делают, ну, вот, ченнилинг и другие практики, да, контакты, любые контакты с духовной жизнью. То есть просто когда вы можете это делать, вы чувствуете ваш окружающий духовный мир, то мир приходит к вам на помощь, и вы помогаете ему, он помогает вам. Так, вы можете попросить какой-то помощи, взаимодействии. Вот, и таким образом вы можете контактировать с духовным миром и чувствовать, какой он, и взаимодействовать. То есть, и тогда будет у вас вот этот контакт. То есть вы не разрываете его, взаимодействуете с духовным миром и помогаете ему, а он будет вам помогать. И тогда вы сможете призвать любую душу, ту, которая будет подходить к вам, а она будет подходить вам. То есть будет у вас такой контакт. То есть вы будете взаимодействовать и на тонком плане, и, соответственно, это будет давать эффект такой целостности и улучшения для каждого из вас. Вот, и таким образом будет происходить ваше расширение сознания и ваш контакт с духовным миром. Вот, если у вас что-то не получается, то вы можете мне написать личные сообщения, и я расскажу более подробно на консультации бесплатной, как происходит этот процесс, и мы можем даже провести его, чтобы вы ощутили, как можно контактировать с духовным миром и получили свой первый опыт этого взаимодействия. Вот, и, конечно же, я буду рад, если это видео вам понравилось, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, если вы еще не являетесь его подписчиком, добавляйтесь в друзья в соцсетях, поставьте колокольчик для напоминания новых видео, они выходят на моем канале ежедневно, и, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями, и, уверен, оно тоже будет им полезно и приятно. Вот, на этом, друзья, мы будем заканчивать. Если захотите отблагодарить, то мои реквизиты в описании к видео, почитайте мои книги, которые в описании, они помогут вам лучше понять себя и практику процессинга, который помогает улучшить состояние и достичь исцеления. Конечно же, я буду рад видеть вас в своих друзьях в соцсетях, а мы увидимся с вами совсем скоро, завтра, в следующем видео. А пока посмотрите те видео, которые появились на вашем экране, они помогут вам еще лучше понять процессинг счастья, и мой сайт, где описана вся технология, и где можно задать мне тоже любой вопрос. Вам всего доброго, счастья, гармонии, и до скорой встречи!